Но, секунду, там уже был один вопрос, хотя я не хотел сейчас много вопросов. Ира, какой вопрос? Я не могу прокомментировать это место, не знаю, как его прокомментировать. Одна из вещей, которую не знаю, да. Имя Дана не упоминается. Почему? Не знаю. Сразу объявить Дана антихристом, то, что там написано, он будет змеей уловляющей. Так про, по-моему, нафталили, про гада написано, он будет волком или там еще прочее. Поэтому я не знаю, как бы, не могу прокомментировать Ира это место. Лучше сказать, я не знаю, чем начать сейчас плести что-то, чего нет. По этому поводу есть такое, как бы, соображение, что двенадцать учеников Иисуса Христа в Санкт-Петербурге от Зерной Кавринии. Вот Иуда как раз от Тестова Кали-Удана. Иуда, а... А тогда Матфей, кому был от Тестова, которого избрали вместо. Ну, вместо этого, вместо этого, вместо этого соображения, что... Окей, это, это, скажем так, соображение. Там посмотрим, там увидим. Еще, кем был Мятхала? Еще Амашех? Кем был Ешу Амашех от самого начала? Это вопрос не совсем по теме. Вопрос серьезный. И очень сложно толковать. То, что Писание говорит, написано... То есть, я процитирую без поршанута, ладно? Сокрыт в недре отчим. То есть, он там был. Был словом. Им Бог... То есть, участвовал в творении. В Колоссянах написано, ибо им... Через него им и... Через него все стоит. И это место прямая цитата из притчи. А в притчах такими словами названо... Премудрость Божья все творила. То есть, был премудростью Божьей. Очень сложно понять. Очень сложно понять. И я сейчас могу запалить, знаешь, сколько огня, сказав, он был тем-то. Или он часть Божества. Я не люблю слово Троица. Очень не люблю это слово. Вообще какая-то ерунда. Но написано в Иеремии, ибо... Там написано, Господь придет, и имя Его будет Господь... То есть, Избавитель придет, и имя Его будет Господь, оправдание наше. То есть, видно, что это не человеческого уровня личность. То есть, ну, не человеческого... Поэтому написано, что в Коринфянах написано, Павел говорит, был человек перстный, а был человек небесный. То есть, был первый Адам, и был последний Адам. То есть, последний Адам. Но в нем божественная природа. То есть, я для себя много лет назад решил одну вещь. Вот туда не ходить. Почему не ходить? Потому что написано непроизносимое Господне в суе. А это все в суе. Потому что, кто из нас может такую вещь прояснить? Никейский собор? Еще какой-нибудь собор? Да не знаю. Меня он устраивает, как господин вождь, Машир, спаситель, Сын Божий. Я во имя Его молюсь, прихожу к Нему. Он покрыл мои грехи. Жертва совершенная. А углубляться в большее? Да я не могу разобраться в самом себе. Я могу в богостроении разобраться. Не хочу. Тем более, это, по-моему, более здраво. По крайней мере, тебе легко достучаться до одной группы людей и до другой группы людей. Просто не лезть туда, где непонятно. Есть много книжек. Есть десятки книжек. Я думаю, можно вот так... Давайте сейчас остановимся. Это вообще не по теме. Хотя тема может быть интересная, но я бы не хотел ее развивать. Сказано однократно. А? Однократно. Сказано. Вот так вот четкое утверждение. Нет таких утверждений. То есть, в одном месте написано, что думают обо мне люди еще, спрашивают своих учеников. Хранить. Мог ли Адам хранить? Мог. Вот так мы знаем. Потому что не дает Бог более способностей. То есть, мы можем только представить разницу, какая произошла в человечестве. Вот Даниил, величайший пророк, не может допроситься, чтобы ангел пришел, потому что там какие-то ангельские разборки случаются. А тут один Адам только глаза открыл. Мог, молясь, удерживать все атаки злого Божьего врага. Странная картина. То есть, почему я про нее рассказываю? Чтобы показать, что Адам был какой-то сверх. Это было что-то непонятное для нас. То есть, мы с нашими пятью процентами в космос летаем. А что мог делать Адам, про которого, сотворив Господь, сказав, то в меот. Очень хорошо. Совершенство. Сто процентов. То есть, Бог его сотворил. Сделал его венцом творения. Мы можем только представить, какая деградация произошла. Чего мы потеряли. Но, есть надежда, что когда исправление совершится, Бог вернет человечество туда, что было потеряно. От чего Адам ушел. Есть, конечно, и другие взгляды, которые рисуют Адама. Это такой, очень напоминающий гориллу. Он прыгал с одного дерева на другое за бананом. И хвостом зацепился за этот. И хвост оторвался. И вот стал он. Я не верю в такого Адама. Но верю в этого совершенного. Намного, намного более превосходящего. Знаете, еврейский мидраж говорит, Адамом и Хавой мир был создан. И помните, когда умерла Сара, где Авраам пытается ее похоронить? В пещере, которая называется Амахпела. По древним преданиям, там был похоронен Адам и Ихава. И Авраам хочет в этом же склепе быть похороненным. И он прилагает неимоверные усилия, чтобы заполучить этот склеп. И он платит просто огромную баснословную сумму денег за то, чтобы иметь это погребальное место. Написано, 400 сиклей он заплатил сынам Хета. Помните, да? В те времена рабочий, обычный наемный рабочий, зарабатывал 8 сиклей за год. То есть это 50 лет работы. Это даже больше, чем израильская мошканта. Это две мошканты. Он заплатил за место погребения, потому что он знал, что с одной стороны он Бен Адам, сын Адама, а с другой стороны, Адам свою миссию не выполнил. А им Бог начал исправлять мир его народом, его потомками. И потом лучшим из его потомков, которого зовут Ишуа Хамашия. И вот человек, и вот происходит это падение, деградация. И да, это было предусмотрено. Верхом исправления было заклание Машеха прежде сотворения мира. То есть, как потенциал Бог вкладывал. Если человечество, то есть он как бы предложил два пути, план Алиф и план Б. Во многих фильмах это вот. Я тебе даю выбрать план А и план Б. И человек говорит, не, не, не. Ну, не пойдешься. То есть, все равно ты вернешься. Если бы это было не так, а? Бехера. Бехера. Пускай бехера. Выбор. Но если бы это было не так, тогда можно было бы назвать Бога. Я очень аккуратно хочу сказать это слово. Какое правильно выбрать слово? Неудачник. Знаете, почему? Лузер, да? Почему? Потому что вот он сотворил мир, а он рухнул. и все так просто? Творец не творит ничего. И сотворив совершенное, дал его в руки человека, допустил вот это падение, но приготовил план исправления, чтобы произошло полное восстановление. Вот я его уже читал вам в деяниях апостолов. да, придут времена отрады, когда небо, когда придет еще, а второй раз, которого небо должно было принять до времен исправления всего, когда все будет исправлено, что Бог говорил устами, интересное слово, всех святых своих пророков. То есть все святые пророки провидели эту ситуацию. Каждый под своим углом. Исайя, когда провидел эту ситуацию, он говорил такие слова, «Раб мой Израиль, малолюдный Яков, Израиль, я взял тебя и сделал тебя молотилом в своих руках, то есть инструментом, тобою буду согрушать горы». Мы можем интерпретировать горы неправды. Исайя, 49 глава, говорит «Раб мой Израиль, тебя я избрал, мало того, что ты будешь восстанавливать колено Израилевы, собирать Якова к себе». Он говорит, «Я тобою возвещу спасение мое до края земли». Это пророческое воззрение. То есть Исайя в этих вещах был очень конкретен. Все пророки это видели. Но, к сожалению, очень часто теология христианства или модерного христианства вообще не усматривает эту вещь и сосредотачивается только «Я, вот он я, я хочу спастись». И даже такая популярная фраза «Ибо сегодня день твоего спасения». Да, понятно, но кто знает, что такое побочный продукт? Это вот если у нас у многих есть ассоциация с бывшим Советским Союзом. Завод производит танки, а побочный продукт это холодильники? Ну, сталкивались с такой вещью, да? Или там стиральная машина, чайка, не знаю еще чего. А? Бронированная Даня мне подсказывает. Нет, она не была бронированная. Это было побочным производством. Я хочу сказать, что основное производство, которому притягивает Господь верующих, это исправление, а побочное, которое тоже хорошее. Это ты, я, он, она, наши личные жизни, наше спасение. И, к сожалению, у многих модерных верующих все перевернуто с головы на ноги. Вот я спасусь, я спасусь. Я бы назвал вот это вот состояние белым эгоизмом. Есть черный эгоизм, когда я такой злой, я не верю в Бога, все для меня, а тут я стал белым эгоистом. и я спасен, я посажен, для меня, я понимаете, да? Улавливаете? Я, я стал, на самом деле, Бог нас как народ сорганизует, чтобы мы, как Киила, Кагаль, группа, в этом смысл, удерживали те обетования и праведный образ жизни, потому что это влияет на многих, и этим мир приготавливается к исправлению, к изменению. Так, ладно. Думаю, хватит на сегодня. Дорогие друзья, шалом. Мы рады приветствовать вас на нашем веб-сайте ОАЗИС Медиа. В 2013 году, в январе, мы запустили этот проект и наше желание было выставлять максимальное количество мессианских видеоматериалов, чтобы интересующиеся могли понять, рассмотреть и выучить какие-то аспекты Библии с еврейской позиции. Уверен, что это помогает вам о вашей вере, чтобы становиться и возрастать и понимать Писание намного больше. Вместе с этим я хочу напомнить вам, что этот волонтерный, добровольный проект мы ведем, выкладываясь полностью и лучшие люди работают над ним. Это стоит нам денег. Я не очень люблю просить, но в данном случае обращаюсь к вам с просьбой. Если Господь располагает вас, ни в коем случае вы ничего не обязаны, и вы все-таки захотите пожертвовать 2, 5, 3 доллара, сколько захотите, то при множестве это усилит наши возможности переводить материалы с Еврита, давать вам видеть большее количество учений, и я уверен, что это будет благословение и для вас, и для нас. Мы создали такую возможность. Если вы нажмете вот на эту кнопку Донейт, пожертвовать, и войдете в нее, то там будет возможность через PayPal систему сделать небольшое пожертвование. Это будет благословением. Уверен для нас, уверен для вас. Пусть Бог благословит вас. Спасибо, что вы с Oasis Media.